Привет! Я собираюсь отправиться в одно очень интересное место, но это место пока секрет. Дорога пройдет, кстати, через мою землянку в лесу, и я хочу позвать вас с собой проверить, как там обстоят дела. Поеду я на своем этой собаке, она отлично помещается в багажник. Даже после того, как я покатаюсь, и с нее грязь и снег с гусянки, все это попадает прямо в сани и не пачкает машину. На ботинках тоже можно в машину притащить много грязи и снега, особенно в плохую погоду. Но мне это не страшно. У меня коврики давкар. Вода действительно легко удерживается внутри, и также легко отсюда вытряхивается. Коврик снова чистый. 1300 сот на каждом коврике собирают до полтора литра воды и пыли. А это значит, что ногам в машине будет сухо и комфортно в любую погоду. Я оставил заказ на сайте, в течение часа со мной созвонились, уточнили детали моего автомобиля и подтвердили заказ. Самое интересное, что коврики делают индивидуально под каждую машину. Все комплектующие закупаются непосредственно у производителей из Европы и Японии. Только ЭБО материал российского производства плотностью 60 шор. Дешевые аналоги используют материал 30 шор. 500 цветовых вариаций. Выбирайте любой под свой авто. Все лекала проверены многократными продажами. Все недочеты, которые могли бы быть давно исправлены. А еще дают 30 дней теста. Если не понравится, обещают вернуть деньги назад. Специально для вас компания Довкар предоставляет скидку по промокоду Оптимист. Просто переходите по ссылке в описании. КОНЕЦ 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 Ну что, вопреки моим ожиданиям, мотособака очень даже неплохо едет по твердому настру. Больше чем по колено глубина снега сейчас, но он достаточно жесткий и можно свободно перемещаться, дождался называется. Конец марта, я могу наконец-то выезжать на снегоходе. Да, техника оказалась очень спорной, но не бесполезной. Я не думал, что у меня получится доехать сегодня в землянку, в лесу, прямо на ней думал брошу где-нибудь, где кончатся лесные дороги, потом несколько километров пройду уже пешочком. Но нет, техника едет, и я думаю, что через несколько минут я уже буду у землянки. Вот это снежная шапка сверху. Выглядит очень круто. Честно говоря, я уже соскучился по этому месту. Так, ну надо заходить. Так, ну надо заходить. Какое здесь все-таки уютное место Особенно в холодном зимнем лесу Несмотря на конец марта Температура сейчас около минус 10 Итак, как уже говорил, я здесь проездом Время 12 дня Я думаю, что часа 4 Я здесь проведу И как раз где-то около 2,5 часов До места, которое мне нужно разведать Вечером я сгоняю, разведаю Обратно вернусь уже в круговую Там можно уже и по темноте ехать Итак Обязательно нужно все очистить от мышиного помета Затопить печку как следует, чтобы все это прогрелось Протопилось Это очень полезно для землянки Ну и нужно хорошо пообедать Приступим У меня здесь есть заготовленные дрова Как и во всех моих Заимках Хорошо просушенные Кто-то из зрителей предлагал оставлять дрова в печке Чтобы только пришел, чиркнул и все сразу вспыхло Я думаю, что такой вариант в межсезонье не подходит Как поведет себя печь Во-первых, во время, когда начнет таять снег Осадки все-таки могут попадать Хоть и небольшие в трубу Несмотря на то, что у меня там зонтики все закрыто Все равно вся эта влага по трубе будет спускаться вниз Да, труба, кстати, вообще может нагреваться от солнца В солнечные дни Подтапливать вокруг снег И влага будет попадать внутрь трубы Спускаться вниз И дрова и вся моя растопка может отсыреть внутри печки Я сейчас говорю, конечно, о том Если оставлять такую печку на месяц или два С загруженными дровами Такая вероятность есть И очень как бы не хотелось бы прийти И потом все это опять вытаскивать Выгребать, искать заново все сухое Пускай все лучше у меня лежит на своих местах Это позволит быстро и оперативно Разжечь печку Заранее заготовленными сухими дровами Но сейчас сырости нету внутри Надо отпарковать немного снегоход Развернуть его сразу в обратном направлении Но в этот раз он меня честно порадовал Я не ожидал То, что он не будет проваливаться Хоть и надеялся Но надежда, мать дураков Когда я был в поле у Падыча Михайловича Я тоже надеялся А вышло, как чуть не помер Зарошizado Фрик 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 как землянка сразу становится обжитой, комфортной, такой бытовкой наполненная просто сейчас уже человеческим присутствием осталось только наполнить ее ароматами приготовлением пищи свежеприготовленной пищей точнее брусничный чай невероятный аромат кстати, нужно не в кипяток закидывать чай а вот видите, 75-85 градусов температура воды должна быть сейчас она немножечко прям остынет пар повалил землянке стало достаточно тепло даже окно запотело изнутри печка вошла в режим заполнить а смысл л дерево трется друг об друга деревья с это вот упавшая при движении целой сосны трется в нее издает такой скрип прикольный знаете как круто ночью дремлешь еще тут ветер гуляет рези скрипят так чинки не будут попадать в крошку сочинки остались внутри в стакане только чай чай стал еще ароматнее вот так вот ранняя весна солнышко скрипучие деревья теплая проверенная печка уютной землянки и кружка ароматного чая не пожалел я то что сюда заехал пускай мой путь затянется но я проведу и протоплю землянку в общем в чем состоит то мой план я думаю что если все пойдет нормально то ближайших сериях вы увидите то место куда я отправляюсь сегодня на разведку это очень очень прикольненько и местечко сразу вам скажу кто подписан на мой телеграм-канал и инстаграм я думаете ближайшее время увидит уже фоточки оттуда то есть я разведаю сегодня фоточки выложу ссылки на телеграм и инстаграм будет в описании смотрите переходите сейчас это очень актуально ну чтобы не потеряться мало ли что случится завтра с ютубом становится реально тепло итак готовите сегодня буду лепешки пышки называл я их в детстве но только в упрощенном немножко рецепте в оригинальном используется молочный какой-то продукт любой сметана кефир прокисшее молоко то есть что угодно но в моем случае будет просто вода от того это наверное больше лепешки не пышки в таком контейнере я принес сюда муку чтобы она не рассыпалась и очень нашел прикольный для себя метод и отмыл кстати руки наконец-то от сажи от всего что здесь могло мне навредить от не дай бог там если мышь касался не мыши там помет и и но здесь все-таки нет и теперь приступаю готовки нашел отличный способ сберечь яйца чтобы не разбить их по дороге прямо в контейнер с мукой они плотненько здесь всю дорогу ехали тряслись на кочках и на яйца уцелели буду весь муки но я люблю это дело закатываем рукава так в общем рецепт простой это соль сахар мука яйца и вода все это дело нужно смешать так чтобы тесто получилось густым и из него можно было сделать какие-то лепешки и на сковородке их просто пожарю на своей самодельной красивой печки мышкам будет рай так и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Но зато очень интересно. Я все мечтаю нормальный хлеб сам испечь. Но все как-то руки не доходят. Вот надо поинтересоваться рецептами. Если кто-то из вас хлеб пек самостоятельно, черкните мне свои ингредиенты в комментариях. Я уверен, что много разных рецептов. Я бы вообще, знаете, черный попробовал бы хлеб испечь. Я очень люблю вжимой хлеб. А вот, кстати, очень распространенный комментарий мне оставляют зрители. Мол, типа я без хлеба ем постоянно. На самом деле нет. Я часто ем с хлебом. Дома я всегда почти ем с хлебом. Да и в походах частенько просто бросается в глаза, когда нет. Нет, потому что я... Чаще всего реально про него забываю. Вы даже не представляете, сколько всего нужно в голове удержать, чтобы отправиться и снять для вас ролик. Сначала сутки я подготавливаю практически всю съемочную аппаратуру. Нужно все зарядить, все батарейки, все аккумуляторы, все карты памяти освободить, все проверить, ничего не забыть, все уложить. Потом нужно продумать то, чем я буду заниматься. Непосредственно, например, в землянке. Там печку класть. Мне нужно продумать, что мне для этого нужно. Заранее подготовить все это, что-то докупить. Все сложить, упаковать. Чтобы ничего не забыть. Потом подготовить транспорт. То есть, если это лодка, это лодку, бензин заправить, масло купить для мотора. Все это сложить. За счет того, что я достаточно часто хожу, и каждый раз у меня более-менее разнообразный контент. То есть, когда пешком, когда на лодке, когда на мотособаке, когда на велосипеде. Подготавливать приходится очень много разной техники. Вот так. В голове, на самом деле, хлеб, это последнее, о чем я думаю. Вот так вот. Надо как можно меньше оставить мышам. Ого! Как мука горит, да? Она даже взрывоопасная, слышал. Тут взвесь мучная. Так, избавился от лишнего. Кусочек у меня получился теста. Пускай она немножко полежит. И будем ставить сковородку. До pronto. Косок, чеснок. Коск coisas. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok С лепешками можно и так Лишь бы они потоньше были И прожаривались Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это очень простое блюдо Мне кажется, первый раз я его приготовил дома, когда мне было лет 6 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Свет забыл DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Поставить поровнее его что ли? Пока! Субтитры сделал DimaTorzok